Душевно и атмосферно. В Ульяновске открыли год семьи. Праздник организовали на площадке Дворца культуры «Губернаторский». Холл второго этажа наполнен ароматами свежей сдобы. И не только. На импровизированных стендах картины ручной работы, поделки из дерева и сувениры. Каждое изделие хранит в себе традиции и обычаи, которые прошли через много поколений и почитаются по сей день. Традиция уважения в семье – это в первую очередь. Мы привезли любовь, чтим память предков. Мы привезли сюда свою выпечку, чем я занимаюсь в свободное время. Когда у меня бывает в свободное время, немножко удается алмазные картины делать. Есть реликвии, которые нельзя потрогать руками. Преданность семейному делу – опыт, переходящий от отца к сыну. Это и о династии Барышевых. Общий трудовой стаж семьи – больше восьми сотен лет. Трудились поколения на Ульяновском патронном заводе. Наша династия основана со дня строительства Ульяновского патронного завода. Моя прабабушка размечала места, где впоследствии были построены цеха, отделы и все здания в заводе. Мой дедушка и прадедушка всю войну проработали на Ульяновском патронном заводе, выпуская продукцию для фронта, не отходя от станков. История есть у каждой семьи, а их в Ульяновской области больше 140 тысяч. Этот год дарит каждый из них возможность рассказать о себе, передать ценности, опыт и мудрость молодому поколению. Помогут тематические конкурсы и фестивали. Один из них – лучшие трудовые династии Ульяновского края. Имена победителей войдут в историю и будут занесены в «Золотую книгу почёта». Старт конкурса дан уже 10 января. Все желающие семейные семьи, они могут принять участие в этом конкурсе. Главное, чтобы они отвечали условиям этого конкурса. Главное, чтобы представители семейных трудовых династий были представлены не менее чем в трёх поколениях. То есть это могут быть бабушки, дедушки, родители, дети. Их общий трудовой стаж был не менее 50 лет. Это не единственное значимое событие года семьи. К слову, он начался в России с указа, который подписал президент Владимир Путин. Для многодетных семей – это новые меры поддержки в сфере трудовых отношений, пособия и досрочное назначение страховой пенсии для женщин. 23 января на форуме «Родные и любимые» Владимир Владимирович подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. И что нас очень радует, что он устаканил наконец-то статус многодетности и вводится единое удостоверение. Также на форуме «Родные и любимые» зажгли семейный очаг сердца России. Огонь привезли из свято-троицкого монастыря в Муроме, родины Петра и Февронии, в день памяти которых отмечают День семьи, любви и верности. После зажжения очага огонь из него перенесли в 12 лампад, которые разлетелись в каждый регион страны. В Ульяновскую область символ года привезла семья Фахрудзиновых. Дальше сердце России отправится в республику Мордовия. С первыми искрами год семьи считается официально открыт в нашем крае. Мы готовы к тому, чтобы провести его на самом высоком уровне. Региональный план мероприятий уже сформирован. Он включает в себя 8 направлений, посвященных родительству и совершенствованию поддержки и помощи семьям с детьми. Мне кажется, я самый счастливый депутат Государственной Думы, потому что сегодня могу вживую видеть вас. У нас сыновья, дочери, мамы, папы, бабушки и дедушки. Великое спасибо, потому что кроме теплоты я ощутила еще и чувство великой гордости. Лучшие семьи региона получили памятные награды и благодарственные письма. Праздник завершился концертом. На сцене выступили народные коллективы Ульяновской области. Александра Никитина, Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.